Вы смотрите канал МашНьюз. Это подборка главных промышленных новостей России за прошедшую неделю. На Средненевском судостроительном заводе Объединенной судостроительной корпорации заложен тральщик Сергей Приминин проекта 12700. Корабли этого проекта имеют уникальный и самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы при соблюдении норм эксплуатации не ограничен. АО «Зио Подольск» входит в машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом», завершил изготовление реакторной установки «Ритм-400» для атомного ледокола «Россия» проекта 10510 «Лидер». Новейшая реакторная установка, которая получила имя Илья Муромец, имеет тепловую мощность 315 мегаватт и является самой мощной судовой реакторной установкой в мире, сообщили в пресс-службе машиностроительного дивизиона «Росатома». Конструкция и компоновка реакторной установки «Ритм-400» сделана на основе максимальной унификации с реактором «Ритм-200», который хорошо себя зарекомендовал на атомных ледоколах проекта 22220. Он также выполнен по двухконтурной системе с четырьмя парогенераторами, интегрированными в корпус активной зоны. Новейшие штурмовые автоматы АК-12 «Укороченный» и АК-12 «Малогабаритный» в ближайшее время планируется поставить в войска. Генеральный директор АО «Концерн Калашников» Алан Лушников отметил, что данные модели появились благодаря обратной связи. Бойцы были заинтересованы в появлении стрелкового оружия, предназначенного для ведения штурмовых действий в условиях ограниченного пространства. Эти автоматы стали первыми малогабаритными моделями со времен АКС-74У, с которыми сопоставимы по размерам. Упомянутый предшественник не нашел широкой популярности в вооруженных силах, но полюбился сотрудникам правопорядка и спецслужб. В Ленинградской области запустили производство электронных устройств. Электрокомпоненты, производство которых полностью локализовано в России, будут выпускаться в Ломоносовском районе Ленинградской области. Новый комплекс специализируется на выпуске оксидно-цинковых варистеров под брендом «Ключевой компонент», которые применяются в устройствах защиты от импульсных напряжений. Производство соответствует мировым стандартам и ориентировано как на российский рынок, так и на экспорт. Ростех пополнил парк санитарной авиации девятью новыми вертолетами Ми-8 МТВ-1. Холдинг «Вертолеты России» передал Национальной службе санитарной авиации девять многоцелевых вертолетов Ми-8 МТВ-1, завершив тем самым выполнение контракта на поставку 66 воздушных судов для оператора санавиации Ростеха. Новые вертолеты предназначены для работы в труднодоступных регионах страны. Они способны выполнять задачи в экстремальных температурных условиях и совершать взлет и посадку на неподготовленные площадки. Дальность полета увеличена до 1265 километров благодаря дополнительным топливным бакам. Машины могут быть оснащены бортовой стрелой с лебедкой для эвакуации пациентов в сложных условиях, а также оборудованы посадочно-поисковыми фарами и местами для медицинских модулей. Каждый вертолет способен перевозить двух пациентов с сопровождающим медперсоналом, сообщили в пресс-службе Ростеха. Холдинг «Станго» с корпорацией Ростех импортозаместил портальный пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр модели 2000VH для предприятий авиадвигателестроения и оборонно-промышленного комплекса. Серийный выпуск станка налажен на мощностях НПО «Станкостроение» в Стерлитамаке. В рамках программы импортозамещения станок модели 2000VH модернизирован. В обновленном оборудовании установлена отечественная система числового программного управления, а также лечевые компоненты – фрезерная поворотная голова, пневматический узел торможения и инструментальный магазин. Для повышения эргономики улучшено рабочее место оператора. Новый двигатель Тутаевского моторного завода испытывают на тракторе «Кировец». Испытания трактора К7М «Кировец», оснащенного флагманской версией двигателя 8801104 «Прогресс» мощностью 465 л.с., стартовали в апреле и проходят на территории ФГБУ «Поволжская МИС» в Самарской области. В течение лета и осени инженеры Тутаевского моторного завода совместно со специалистами заказчика АО «Петербургский тракторный завод» будут заниматься настройкой топливной аппаратуры Common Rail, оптимизировать конструкцию новых компонентов двигателя и трактора. Тщательное продолжительное тестирование позволит обеспечить полную готовность к началу серийного производства, запланированному в ПАО «ТМЗ» на 2026 год. Холдинг высокоточного комплекса сообщил, что плавающий бронетранспортер БТ-3Ф, созданный на базе БМП-3, вышел на этап государственных испытаний. Техника должна подтвердить заданные тактико-технические характеристики на суше и в воде в различных климатических зонах, а также пройти стрельбовые испытания с места, на ходу и на плаву. Машина предназначена для транспортировки подразделений морской пехоты береговых войск ВМФ и подразделений сухопутных войск, осуществления огневой поддержки спешившегося десанта во всех условиях их боевого применения. БТ-3Ф может транспортировать 12 десантников в полном снаряжении и оснащается дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом и автоматическим гранатометом. Кроме того, бронетранспортер оборудован тягово-сцепным устройством для буксировки прицепов. Аэродром «Пушистый» получил статус первого России официального дронопорта. Росавиация утвердила аэронавигационный паспорт посадочной площадки, предназначенной для эксплуатации только беспилотными воздушными судами. Таким образом, на Сахалине появился первый официальный российский дронопорт. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, беспилотные технологии – одно из приоритетных направлений промышленного развития, а в дронопорте созданы все условия для эксплуатации дронов различных типов и апробации передовых решений в области беспилотных систем. Общество с ограниченной ответственностью «Уральские локомотивы», входящее в холдинг «Синара транспортной машины», завершило процесс смены юрисдикции собственника с нидерландской на российскую. С 2010 года владельцем компании значился офшор «Урал Локомотивс Холдинг Би-Ви», но теперь 100% завода принадлежит АО «Уральские локомотивы Холдинг». Компания «Уральские локомотивы Холдинг», гендиректором которой является глава группы «Синара» Виктор Леш, зарегистрирована в Верхней Пышме, там же зарегистрированы и ОО «Уральские локомотивы». Во Владимире завершились эксплуатационные испытания автобуса «КамАЗ». В течение месяца автобус курсировал по маршрутам номер 7С, 21С, 24С и ряду других. Как рассказал директор департамента пассажирского транспорта ПАО «КамАЗ» Алексей Сергеев, автобус «КамАЗ» рассчитан на перевозку одновременно до 96 пассажиров, в том числе инвалидов. У машины 100% уровень низкого пола, также она объективно хорошо вписывается в инфраструктуру любых городов и способна проехать практически по всем маршрутам. «КамАЗ» специально для Крайнего Севера создал вездеходный колесный грузовик под названием «Арктика». 400-сильный двигатель этой машины способен запускаться даже при критически низких температурах до минус 60 градусов Цельсия. Широкие колеса вездехода предназначены специально для передвижения по мягким грунтам. Шарнирно-сочлененная рама обеспечивает при этом высокую маневренность. Благодаря своей конструкции «Арктика» способна преодолевать сложные участки местности, включая болота, снежные заносы и каменистые поверхности, открывая новые возможности для работы в труднодоступных регионах. К слову, покорение Севера еще никогда не было таким комфортным. Вездеход оснащен пассажирским модулем, в котором можно жить или ждать помощи в самых суровых климатических условиях как минимум трое суток. Специалисты Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации погрузили грибной электродвигатель правого борта на строящийся атомный ледокол «Чукотка». При помощи плавучего крана и специальной оснастки агрегат весом порядка 300 тонн и мощностью 20 мегаватт установили на штатное место. Начался процесс его монтажа. Это второй двигатель, установленный на судне. Грибной электродвигатель левого борта погрузили в ноябре 2024 года. Всего на ледокол установят три грибных электродвигателя – два по бортам и один в центре. Они обеспечат движение и маневренность «Чукотки» во время эксплуатации. В настоящее время на судне продолжаются достроечные работы. Формируется надстройка, в которой разместятся ходовая рубка, постсвязи, каюты, другие помещения и оборудование, необходимые для обеспечения управления и безопасности навигации. Чтобы не потерять с нами связь, подписывайтесь на наши каналы в Рутубе, ВКонтакте и Дзене. Все ссылки в описании. В Вологде заработал новый станкостроительный завод. Стратегическое партнерство России и Китая в сфере машиностроения получило новое развитие. Первый производственный цех уже введен в эксплуатацию, а к концу года планируется запуск второго, пишет ТАСС. Инициатива создания завода принадлежит губернатору Вологодской области Георгию Филимонову. Ключевое соглашение с китайскими партнерами было подписано в ходе дней Вологодской области в Китае в прошлом году. Производственные планы предприятия включают сборку современных токарно-фрезерных станков. Запуск второго цеха в декабре 2025 года позволит значительно расширить производственные мощности завода. Военно-промышленный холдинг АМЗ Кингисепский машиностроительный завод успешно завершил ходовые испытания модернизированного катера РПК-640М1 для силовых структур России, который теперь сможет преодолеть мелководье. Модернизированная версия обладает усиленной трансовой частью для установки мотора мощностью 200 лошадиных сил, а сам мотор оснащен гидролифтом для возможности прохождения мелководных участков. Среди других отличий – наличие автоматической якорной лебедки, которая дает экипажу возможность дистанционного поднятия и сброса якоря и упрощает эксплуатацию судна в условиях сильного ветра, волн или течения. Складная лестница, которая облегчает подъем на борт катера с воды, а также откидные кринолины, которые облегчают обслуживание мотора.